Всем привет! Меня зовут Яна, и сегодня у нас биология. А тема урока – роль водорослей в природе и в жизни человека. Вы уже познакомились с этими отделами растений, это низшие растения, напоминаю вам, но несмотря на то, что они низшие, они приносят огромную пользу как природе, так и человеку. Во-первых, в природе водоросли выделяют кислород. Кислород – это основной газ, которым дышат все живые организмы. Во-вторых, водоросли поглощают углекислый газ, тем самым они регулируют газовый состав атмосферы. Водоросли являются пищей для водных животных. Кроме того, водоросли служат укрытием, местом жительства для водных организмов. Роль водорослей в жизни человека тоже велика. Во-первых, водоросли служат сырьем для химической промышленности. Из водорослей получают огромное количество веществ, знакомый вам йод, уксусную кислоту, целлюлозу, калийные соли и т.д. Все эти химические вещества находят большое применение в различных отраслях промышленности, а также в медицине. Кроме того, водоросли используются для корма скоту, особенно в тех странах, которые расположены на побережье морей и океанов. Кроме того, из водорослей производят удобрения для сельскохозяйственных растений. Водоросли используются также в пищу и в лабораторной промышленности. Обратите внимание, что из красных водорослей добывают особое вещество, которое называется агар-агар. Агар-агар – это растительный, аналог желатина. Он обладает гелеобразующими свойствами, т.е. на основе агар-агара возможно изготовление желе, мармелада и различных кондитерских десертов. Кроме того, агар-агар используют и в лаборатории для изготовления питательных средств, чтобы высевать, выращивать на них различные микроорганизмы. На картинке как раз представлена фотография чашки Петри, в которой на огорозной среде выращивают колонии бактерий. Используются водоросли и в пищу непосредственно. Многие из вас знают ламинарию, морскую капусту. Ее используют для приготовления салатов и других полезных блюд. И есть такая водоросль красная порфира. Именно из порфира изготавливаются те самые листы нори, которые активно используются в кулинарии азиатских стран для приготовления суши и роллов. Водоросли богаты йодом. А йод – это химический элемент, который жизненно необходим для поддержания здоровья человека. Кроме того, водоросли используются в медицине и в косметологии. Из них изготовляют огромное количество биологически активных добавок, а кроме того используются и в косметической промышленности. Одноклеточные водоросли, такие как хлорелла и хламидомонада, используются человеком для биологической очистки источных вод. То есть эти водоросли являются природными очистителями воды от загрязнений. И человек нашел этому применение довольно успешное. На этом наш урок закончен. Как видите, у водорослей огромная роль и в природе и в жизни человека. Спасибо за внимание.